Место встречи госавтоинспекторов и родителей-водителей определили именно здесь. Детский сад в двух шагах. Вечером мама и папа торопятся поскорее забрать своего ребенка домой. Как показывает многолетняя практика, многие из них забывают о детских креслах. Своими действиями говорят, что для нас это безразлично. Мы знаем, что мы сами отвечаем, что это безопасно. Они говорят, что держим детей в руках. Они считают, что это все правильно, мы за них отвечаем. Может быть, для кого-то дорого? Сколько стоят средства? Для кого-то дорого. У нас дети самые главные в этой жизни. Тот самый случай, когда никакая экономия не может быть оправдана. В практике госавтоинспектора бывали случаи, когда устройство реально спасало. Без кресла это 100% пострадает ребенок. И те же самые взрослые люди, находящиеся в непрестемом теременном безопасности. Патрули дежурили у нескольких детских садов. За время рейда на глазах автоинспекторам не попадался ни один нарушитель. Это, безусловно, радует. Но вовсе не означает, что работу в этом направлении можно прекращать. Большая проверка только началась. Ребенку моему 2,2. То, что надо привозить его в кресле. Что вы делаете? Конечно. Безопасность моего ребенка. Просто не всегда кресло удобно водить с собой. То есть это минус одно место. Бывает, что ситуации такие, что людям надо людей возить еще каких-то. Вот за этого бывает лень ставить лишний раз. Положительное отношение. Всегда автокресло использую для маленького ребенка. Напоминаем, что на переднем сидении до 12 лет ребенок должен быть в детском удерживающем устройстве. На заднем до 7 лет должен быть в детском удерживающем устройстве. Всегда пристегнутый. В прошлом году за такую недальновидность более 70 водителей привлекли к ответственности. Годом ранее нарушителей было более сотни. А это значит, что такие рейды дают нужный результат. И родителей, которые все чаще задумываются о безопасности своих детей, становится больше. Михаил Гасилов, Юлия Насотник, Евгений Скляров. Специально для новостей.